Витаю! В этом видео в Арикад МКЕ мы посчитаем флагшток высотой 105 метров и размером флага 22 на 15 метров с использованием конечных элементов пластин. Итак, вот наш флагшток. Он представляет собой усеченный конус. Диаметр нижнего основания 3 метра. Диаметр верхнего основания 1 метр. Высота 105 метров. 3D-модель получена вращением скетча. На скетче должны быть дополнительные узлы. Из которых будут потом сформированы ребра, разграничивающие уровни флагштока, а также зоны приложения нагрузки. Выполним болевое слияние компонентов. и сделаем простую копию. Простая копия нужна для корректности работы генератора сеток в МКЕ-модуле. И дальнейшие действия мы будем выполнять именно с простой копией. Теперь переходим в МКЕ. Создаем контейнер с расчетом. Решатель по умолчанию у нас Calculix. Винилируем сетку конечных элементов. Для этого будем использовать NetGen. Добавляем материал. Добавляем материал. Добавляем толщину пластинам. Верхнему уровню назначим толщину 5 мм. И на 0,5 мм. Добавляем сетки конечный элемент. Добавляем на 9 мм. МКЕ. 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 Ланцу назначим 60. Продолжение следует... ...а всем остальным... ...10 мм. Это поле оставляем пустым. Теперь добавим закрепление. К каждому отверстию на фланце добавим жесткое защемление. Инструменты жесткое защемление выводят в файл дат реакция опоры. Таким образом, мы будем знать нагрузки по отдельности на каждый анкер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Здесь нужно обратить внимание на направления, которые указывают связи. От этого зависит знак усилий в результатах расчета. Теперь для вычисления динамической составляющей ветровой нагрузки посчитаем частоту собственных колебаний флагштока. Частота вычисляется на основе свойств материала, поэтому нагрузки задавать не нужно. Заходим в свойства калькуликс. Ставим количество форм собственных колебаний 5. А также включаем показывать результаты для стержней пластин, как для объемных конечных элементов, чтобы на сетке результатов увидеть толщину пластин. Заходим в калькуликс. Выбираем фриквенсию, частотный анализ. Нажимаем «Записать файл задачи». И запускаем расчет. Вот наши результаты. Вот первая форма колебаний. Третья. И пятая. Частоты в герцах и равных секундах записываются в файл дат. Для консольных сооружений с одной массой на конце допускается вычислять динамическую нагрузку только для первой формы колебаний. Поэтому значения для других форм мы учитывать не будем. Сохраним содержимое файла дат как текст. А первую форму колебаний сохраним как картинку. На основе результатов частотного анализа мы посчитали ветровую нагрузку с учетом изменения по высоте диаметра флагштока и скорости ветра. В арикад нет привычного представления нагрузки, есть только некая сила, которая равномерно распределяется по объекту, к которому она прикладывается. Поэтому сложную по форме нагрузку нужно привести к ступенчатому виду и для каждой ступени вычислить равнодействующее. И именно значение равнодействующей мы будем вводить в поле с нагрузкой. Добавим нагрузку от ветра. Направляющей может быть любая линия, параллельная линией действия силы. Добавим нагрузку от ветра. 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 И собственный вес. Все готово к расчету. Заходим в Коркуликс, выбираем статик, нажимаем «Записать файл задачи» и запускаем расчет. Вот наши результаты. В файл дат записались нагрузки на каждый анкер. Сохраним содержимое файла дат как текст. Добавим фильтр результатов. Выведем самое растягивающее напряжение. Теперь самые сжимающие. И напряжение по мизису. Стал видна ступень в значениях напряжений в месте, где меняется толщина стенки трубы флагштока. Если значения напряжений не превышают расчетного сопротивления материала, то прочность достаточно. Отклонение флагштока не нормируется. Сохраним результаты как картинку. Теперь добавим фильтр «Срез». И посмотрим, как распределяется напряжение по мизису. По толщине стенки трубы. А также по толщине фланца. Тоже сохраним как картинку. Вот мы получили всю необходимую информацию для конструирования флагштока. Частота собственных колебаний. Распределение напряжений в элементах флагштока. И нагрузки на анкеры. На этом все. Дякую за увагу. Слава Украине! Слава Украине!